Ребят, у нас очередной выпуск подкаста под названием «Подкус» и этот вечер уникален. Чем он уникален, я сейчас прямо вам и скажу, не буду долго томить. У нас в гостях очаровательная девушка. Я думаю, знакома всем вам. Киберспортсменка, аналитик, ведущая, комментатор. Я могу придумывать сколько угодно всякого про нее. Но в первую очередь это красивая, эффектная девушка Яна Химченко, более знакомая нам как Битру. Спасибо большое. Привет. Ну, конечно, там аналитиком не пахнет, конечно. Ну, не знаю. И еще там что-то там приписал мне. Ну, ведущая ты великолепна. Больше, наверное, ведущая. Да. Но то, как ты ведешь, мне дает основание говорить, что ты еще и аналитик. Ты молодец в этом, мне кажется. Диванный аналитик. Диванный, да. Если хочешь, будем называть тебя диваном. У нас, правда, нет диванчика для тебя. Ну, надеюсь, на этих стульчика тебе удобно? Да, все хорошо. Ты одна из главных представительниц прекрасного пола в киберспорте. Ой, спасибо. Оспариваем этот факт или все-таки так и есть? Пусть остается. Нас не так много. А, да, вот. Это правда. Вас не очень много, поэтому ты одна из главных представительниц. Расскажи, пожалуйста, как ты попала вообще в этот мужской мир? Кто-то может не знать, кто-то может не следить за твоим творчеством. Может, первый раз. Это очень старая тема. Я еще начинала играть в компьютерные игры, когда мне было года два или три. Это были там 93-й и 5-й. Сколько тебе было? Мне было 2-3 года. В 2-3 года можно играть в компьютерные игры? Конечно. Бомбермен с бабулечкой. Мы проходили полностью. И да, у нас тогда появился компьютер, там у меня дядя один из первых там программистов, кто-то начинал у нас вообще в Украине этим всем заниматься. У нас был компьютер и, собственно, какие-то мелкие игры я уж тогда играла. И все время компьютер был, всегда во что-то, во что-то. И потом вот в 2006 году появилась Dota. Она раньше появилась, но Warcraft тогда вот активно. У меня пацаны во дворе все говорили там игры там Dota, KS. И вот так она и пошла-поехала, играла. Сначала там, ну, длинная история, и я ее уже там рассказывала. Да, к тебе, чтобы ты просто в курсе был. Ну, понятно. Там ездила на местные Харьковские ланы, ездила потом там в Днепр, Донецк, Киев посмотреть. На Харьковских участвовала, а потом уже, когда эта сфера начала развиваться активно, я уже начала ездить как зритель. Перезнакомилась со всеми дотерами, крейсерами. В принципе, я всех знаю. Вот, и поэтому, когда уже там эта сфера начала становиться чем-то уже, ну, таким профессиональным более-менее, когда уже и инвестиции начали приходить в киберспорт, меня уже тогда пригласили. Вот, Янка, не хочешь, ты и так на ланы ездишь, не хочешь вот поделать контент какой-то. Вот, ну, я поехала, начала делать контент. И, ну, как-то так вот пошла-поехала с нежным комом. Ну, вот, в общем, собственно, я сейчас, как ты там сказал, ведущая, аналитик, киберспортсмен. Все, ты для меня все. Мир в одном человеке, так сказать. Ну, то есть для тебя вообще, на самом деле, Лактар Агар, это не пустые слова. Ты из детства варкрафтишь? За Орду, ты за Орду или за Олимп? Нет, я на самом деле в Варкрафт очень мало играла. То есть я даже не могу назвать, что я играла в Варкрафту. Я начала, вот, КС Дота для меня это такой старт был, а в Варкрафт все-таки. Ну, а что тебе больше, КС или Дота? Дота. Дота? КС я, у меня там 60 часов наиграно в КС Гоу. Ой, это как-то... Это совсем, я люблю смотреть. То есть когда там, особенно наши ребята играют, я вот люблю там посмотреть. Это зрелищно очень играть. Ну, и... А наши это для тебя кто? Ну, кто для тебя на первом месте? Кого ты смотришь в первую очередь? Ну, Нави, я редко смотрю что-то другое, только может какие-то финалы мажоров. А так, за своим коллективом я слежу. Ну, так в Дотку играю. И как тебе Бумыч? Бумыч очень классный. Он очень такой серьезный, взрослый, молодой юноша. Вот он вроде и молодой, но очень зрелые мысли у него. Да, вот в этом... Он мне импонирует. В этом человеке помещается столько мудрости. Да. Это, да, я тут с тобой согласен, что он был у нас первым гостем на нашем подкасте, он открывал. Премьера была именно с Бумычем. Поэтому, конечно, только положительные ощущения от этого парня. И ты тоже следишь за тем, как он выступает. Тебе нравится, как он выступает? Его показатели тебя устраивают? Я не... Знаешь, я как бы... Вот тут я чисто диванный совсем аналитик и профан. Я не берусь оценивать парней, как они играют. Потому что я некомпетентна в этом. Я так могу сказать, вот... Как, знаешь, комментаторы говорят, вот они там сыграли плохо. Я могу только вторить этому. В принципе, я очень слабо в этом понимаю. Это там, когда уже дотеры играют, я уже могу дать какую-то оценку. Более-менее. Понятно. Ну тут ты чисто по-человечески. Для меня вот они играют, побеждают. Молодцы, красавы. Я там напишу какое-то там поздравление им в личку. Мы, например, с бабушкой Флейми постоянно переписываемся. Когда есть какие-то турниры, я ей пишу. Она мне пишет, поздравляем друг друга. Мы вот как-то так познакомились и общаемся с дотерами. Тоже с мамами некоторыми, с папами. Я общаюсь там с папой Зевса. Тоже можем перекинуться. Знаменитый дотер. Да. Ну, и там с Кристаллайзом. Вот у него мама там, бабушка. Они активно следят за Владом. И я как бы с ними там иногда что-то там переписываемся. Ну ты, конечно, молодец. Поддерживаешь их с той стороны. Можно так сказать. Они же ничего не рассказывают своим родителям. Они до сих пор думают, что они учатся... Да нет, ну в плане дотеры. Или на заводе где-то. Вот, например, если мы говорим о дотерах. Они вообще ничего не хотят рассказывать о том, как у них там в команде, родителями. То есть они не все, кто делятся. Потому что они думают, что они их не поймут. Но представляешь, если он маме будет говорить, что вот этот лейнер там, ну они же уже потеряются в двух словах уже буквально. Ну там, то есть, если мама там спросит, как дела? Все хорошо. Ну и на этом закончится. А я что-то могу и рассказать где-то, что как-то поддержать, когда там может сложный какой-то момент. Поэтому мы так по-женски друг друга понимаем. Матери было бы сложно понять, что у него там, например, выкупа не было. Что, какого выкупа? Ты во что ввязался, сыночек? Ну они уже понимают потихоньку. То есть там уже мама там видит, там гирокоптер идет, леса фармит. То есть она там уже что-то недопонимает. Моя мама там уже активно... Она смотрит все игры Na'Vi, Dota, CS. Вот ей очень интересно. Она больше, чем я смотрит, я так скажу. А сами не пробовали, да? Это все помкну и поиграть, да. Играть? Моя нет, не пробовала. Но вот она все трансляции смотрит. Прям ей интересно. Вот она раньше смотрела, приходила домой, включала Discovery Channel, там гепарды бегают, бегемоты там что-то страдают. Вот. А сейчас, ну это раньше она так приходила, с работы включала. А сейчас она приходит, включает Twitch. И начинается. Вот так. Миры, миноры, мажоры. Вот сегодня там последнее сообщение там Virtus Pro прошли на минор. Ну вот от нее. То есть она больше меня смотрит. И она как-то уже там... В общем, она такой диванный аналитик. Она такого может рассказать. Если бы кто-то когда-то у нее взял интервью и вот порасспрашивал про сферу, она бы там ух, рассказала. Ну все, надо будет пригласить маму Бетру, ребят. В чем дело? Мы можем себе позволить. Вот ты не единственная среди женщин вообще вот в околокиберспортивном пространстве. Слава богу. Но их мало. Их достаточно мало. Их можно перечесть буквально по пальцам. Ну, мы не будем сейчас... Штук 10 нас точно есть. Да. Вот скажи, кто самая яркая тебе кажется вот в этом... Ну, тебя мы уже все обсудили. Вот среди остальных. Кто самая яркая вот в отечественном киберспорте? Это сложно, сложно так сказать. Ну, во-первых, не хочу никого выделять, потому что там... Остальные обидятся. Да, но девчонки все по-своему хороши. Если мы вообще не берем количество подписчиков, ну вот если не рассматриваем, если по количеству подписчиков, то у Марпл, по-моему, больше всех, мне кажется, сейчас. Если мы берем под каким-то другим показателем, они все... у всех какая-то такая своя фишка есть. Ну, мне так сложно говорить. Например, вот если взять Дашу Эритель, там, комментатор, мил комментатор, они, конечно, лучше меня в 100-500 раз комментируют эти вещи. То есть они в своем деле профи. У меня нет никаких претензий. Вот. А с другой стороны, там, я лучше наверняка беру интервью, чем Даша Эритель. Потому что она не берет, поэтому... Это понятно. Вы все как бы... Ну, такого одного человека, знаешь, такого как... Нет такого, да? Мне кажется, мы тут примерно все... Я чуть фамилия не стал называть. Примерно все как бы на равных. Плюс-минус... Ну, наверное, только Маша Марпл пришла из мира журналистики. У нее уже какой-то есть бэкграунд такой профессиональный. А все остальные, ну, как бы аматоры, любители, которые чисто на своем энтузиазме что-то делают, пытаются как-то развиваться. Это здорово. Мне понравится тема сфера, что она пока еще, как это сказать... Она самобытная. Потому что очень много людей, которые пришли просто из игры, которые вот нравилось играть, нравилась сфера, они захотели развиваться, и у них есть все возможности. Им дали все возможности. И это здорово. То есть вот эта вот самобытность, это самое прикольное, что есть здесь. А если говорить вот о аналитиках, то вот девушках-аналитиках, на кого вообще стоит равняться? У нас нет девушек-аналитиков. Ну, хорошо. А если вот мужчина-аналитик? В твоем понимании вот девушка-аналитик та, кто понимает больше... Ну, которая, наверное, работает аналитик. Нет, ну, аналитиков нет девушек. Есть ведущие. Как-то не сложилось. Девчонки в среднем... А что ж такое? Ну, в среднем хуже играют. Это же не просто вопрос. Это где девушки-аналитики? Куда они подевали? Почему вы смотрите мамами, папами, смотрите буквально доту? И не можете ничего в ней понять? Хорошо, подожди. Есть, я вспомнила, есть шивер. Вот. Вот. Она как бы как и аналитик, и ведущая. Вот все в одном. Ну, вообще принято считать, что у аналитика есть некая планка там по рейтингу. Если он играет там 6К+, то он может называть себя аналитиком. У девчонок, собственно, ниже этот показатель. В среднем девочки играют хуже, поэтому и в аналитику как бы особо не пускают. Ну, а что ты, вот с позиции своих там 3-4К, ну, уровень такой, ну, среднячка. Как ты можешь оценивать игру профессиональных команд? Что ты можешь сказать об этом? Никак, конечно. Какие-то догадки, строить свои предположения, ну, и все. Поэтому и женской аналитики особо нет. Ну, тут следующий логический вопрос, логичный вопрос. А почему девушки играют так плохо? Почему любой спорт взять? Почему там разделены виды спорта? Там женский, футбол, мужский. Ну, почему? Ну, почему девушки играют так плохо? Ну, то есть мы же ничем, по идее, не отличаемся. Да, как это не отличаемся? Да, но хрупкость в компьютерном деле не поможет. То есть это здесь уже скорость реакции и все остальное. Здесь хрупкость не имеет никакого отношения. Да, мы не берем физически. Ну, если это, например, в спорте, да, есть физические, то здесь все равно умственные способности не по-разному. Как вот я вижу это все? Мужчины смотрят глубоко в какую-то вещь. Если человек хочет, вот особенно мужчина, если он хочет разобраться в каком-то деле, пусть это компьютерная игра, он пойдет глубоко. Девушки больше вширь, ну, вот то, что я вижу, то есть вот где-то здесь, где-то здесь, где-то здесь чуть-чуть не хватает женщинам вот такого фокуса. Это то, что я вижу, это мои просто пыдейские наблюдения. Когда у нас была женская команда, вот не хватало слишком, девушки на многое могут распыляться. Это вот правда, что женщины могут делать много дел одновременно. И не довести ни одно, в общем-то, до какого-то... Довести до хорошего. До хорошего, но не... Ну, они отлично, то есть это видно на бытовом уровне. Как мужчина, вот у меня муж, например, вот если ему там нужно порезать лук мелко, там будет каждый кусочек-кусочек-кусочку. Если надо мелко, то есть я не могу, я лучше тут лук режу, а тут еще что-то там мешаю. То есть вот так мне будет проще. Ясно. Ну, в общем, с аналитиками не особо сложилось, и мы сейчас, в общем-то, разобрали почему. Но я, в общем-то, как бы еще хотел бы обратить внимание, что комьюнити не очень хорошо относится, ну, оно относится, скажем так, биполярно к девушкам-комментаторам. То есть их либо хейтят вообще полностью, либо превозносят там, ну, превозносят, понятное дело, и по каким-то красивым причинам. А вот какого-то среднего такого мнения нет. Честного. Если посмотреть вообще на всех практически аналитиков-комментаторов, очень редко, когда кто-то кому-то там прям очень нравится этот там аналитик-комментатор. В общем, что я заметила, что комьюнити довольно ревностно, вот если говорить про новичков, это немножко не по теме, вот когда новичок приходит в комьюнити, любой, ведущий, комьюнити или там еще кто-нибудь, очень его встречают с опаской, с недоверием и хейт всегда. Я не помню ни одного человека, которого встретили так радужно. Ой, спасибо, что ты пришел, ты рад, да, ну, как бы даришь нам радость. Нет, все встречают так, очень осторожно и пишут какой-то, а, ну, зачем его взяли, кто это вообще такой. Мне ли это не знать. Вот, да, да, наверняка. Но постепенно люди привыкают. Смотрите, комментарии под моими видео. К девушкам, ну, поскольку, так, у нас девушек процентов сколько там, один-два процента в комьюнити. А, я думал, на планете. Нет, в комьюнити, в комьюнити. Очень мало, конечно же, будет больше внимания к девушкам в любом случае, и как позитивного, так и негативного в любом случае. Если бы у нас была сфера, где плюс-минус 50 на 50, то, я думаю, что без проблем всех будет там, ну, как бы нейтрально было бы. А так из-за того, что такая довольно специфическая сфера. Но меня это никак вообще сейчас не триггерит. Поначалу, когда я начала делать контент, во-первых, я была не уверена в себе, я еще там не знала, как что-то работает, и я смотрю на фидбэк, и не смотрю. То есть я в какой-то момент перестала читать комментарии на ютубе, потому что там это был какой-то турнир, типа интернешнл, я поехала, делаю контент, стараюсь по мере своих возможностей, делаю на максимум того, что я тогда могла делать. И я читаю комментарии, и я поняла, что если я буду дальше их читать, я не смогу вообще ничего читать. Психика просто разрушится, да? Да, но это, опять-то, ко мне как-то привыкли люди, и сейчас негативных комментариев их минимум. И плюс надо еще уметь работать с негативным фидбэком, потому что... О, вот я как раз хотел бы спросить, как ты работаешь с негативом? Я хихикаю. Потому что часто есть какие-то конструктивные вещи, которые пишут, но это залетает один случай из ста. Очень редко кто-то что-то конструктивное. И если я вижу, что прям человек написал, вот как-то нормально, я с ним могу на диалог пойти, то есть пообщаться, там, ну, типа, спасибо за фидбэк, я постараюсь там что-то улучшить. А зачастую там какие-то комментарии, о, зачем этого хоббита посадили? А мне уже смешно. Ну, я не могу на них агриться, я просто хихикаю. Я себе сохраняю эти комментарии, чтобы иногда пересматривать и просто хихикать. Ну, люди просто... Ну, понятно, как себя каким-то образом... Когда вот мне нравится фразу, которую форсит дуть, он говорит, что... Ну, до него еще уже кто-то сказал ее наверняка, что если у тебя есть самая ирония, то ты неуязвим. И это правда, если ты можешь над собой посмеяться, похихикать, признать то, что ты где-то нафейлил, и не бояться сказать об этом, то... Если вообще ты говоришь о себе сам плохо, никто не может уже это написать, потому что я сама сказала, я облажалась, ребята, извините. Никто уже не посмеет писать, да, ты облажалась. Ну, это неинтересно. О, так может мне стоит так поступить, ребят, я кринжовый дебил. Ну, давайте начнем вот с этого. Вот, вот все. Наше интервью. У нас в гостях... Нет, не у нас в гостях, я принимаю, я кринжовый дебил, принимаю прекрасную девушку. И все. И мы этим сразу закрываем какие-то вопросы, да? Да, можешь в комментариях писать, вот, ребят, извините, я тут там дебил. Если вы хотите, можете написать мне в реплаях тут. Давайте просто похейтим меня в этой ветке, и все. Они будут смеяться, это вызывает... Ты как бы нивелируешь этим негатив, ты его переводишь в что-то нейтральное или позитив. То есть тут надо как-то уметь это все транспортировать. Вот так ты это, в общем, делаешь. Ну, это интересно, это мудрый подход. У меня вот есть там хейтеры, которые мне писали под комментарием, ну, под каким-то видео там. А, хоббит, что она такая страшная, посадили бы другую девчонку. Я этот комментарий там заскриншотила, выставила в Инстаграм. И через время этот человек увидел, что я его выставила, и он уже стал как бы моим поклонником. О, ты меня выставила, ну, блин. И он уже в следующих видео писал, о, Янг, ты мой там уже старый друг. То есть там вот такого. Просто его просто на свою сторону переманило. Да. Вот таким хоббином. Симурам надо ко всем полегче относиться. Согласен с тобой. Сто процентов. Но продолжим тему негатива. Негативно относится не только к представителям, как бы, аналитики или там комментирования киберспорта. А еще относится к девушкам киберспортсменов. Очень негативно зачастую. Или тоже очень полярно у них, как бы, распределяется. Или просто ненавидят там после какого-то проигранного матча. Или если там выиграл, то молодец, она его вдохновила там как-то, не знаю, каким-то образом. Вот. Что ты по этому поводу скажешь? Вот по поводу девушек киберспортсменов. Они вообще какую-то роль играют? Зачастую те, что... Ну, отношения бывают разные, да? Давай так, что ли, да? Есть какие-то там... Ревностные, конечно. Есть деструктивные. А вот когда, не знаю, женщины манипулируют мужчинами и так далее. А есть какие-то более... Ну, неконструктивные. Я просто неоднократно встречала, когда вот девушки, именно киберспортсменов, делали из этого киберспортсмена человека. То есть они ему говорили, тренируйся, иди, команда, все. То есть про меня забудь, ты вот в игре. И таких примеров, это не единичный пример. Даже самопожертвование. Это огромное. Потому что девушки по-хорошему должны гордиться. Вот у тебя киберспортсмен, он побеждает, чемпион где-то. Ты гордишься им, ты должен помогать его, подталкивать. И таких девушек много. И вот недавно ты, наверное, эту тему поднял. Вот недавно захейтили девушку Симплу. То есть он там что-то плохо играл, на нее вылилось. Она там вообще то ли не была на турнире, то ли еще что-то. Для нее это был шок. Хотя зачастую отношения никак не влияют на игру. То есть такого нет, что можно девушка тебя расслабить. Ты ушел с головой в личное и потом... Есть, смотря какая девушка. Несмотря какие отношения. Были случаи, когда девушки руинили все киберспортсменам. Вот. Были. Но это не тот случай, да? Это... Ну, у Симпа нет. Нет. Это просто все зависит от людей. В целом сейчас... Многие... Ну, немногие есть уже там парни женатые. И... Ну, нельзя говорить, что это там, например, там Паша женат. Я Паша, который вот в Нави пришел из Virtus.pro. Ты не можешь говорить, что девушки влияют деструктивно. Вот парень сто-сот раз мажоры брал. Турниры брал. На интернешналах хорошие места занимал. Женатый. Как это может плохо влиять? Ну, да. По идее, это должно, наоборот, стабилизировать тебя. Уже у тебя в жизни все лично спокойно. Ты уже не бросаешься на какие-то юбки во время турнира там. Ты пока играешь, ты не смотришь на ноги, например, чьи-то. Да. Просто сейчас есть еще такие негласные табу, что часто там на буткемпы... Ну, вообще на буткемпы девушки не приезжают. Например, когда парни тренируются целенаправленно, вот готовятся к турниру. Потому что девушки — это табу на буткемпах. На турнирах зачастую тоже табу. Есть какие-то там послабления иногда, кто-то может приехать. Но даже когда девушка приезжает на турнир, прилетает, например, на интернешнл, к нашему игроку прилетела девушка. Но она его не видела. Она с ним не жила. Она жила в отдельном отеле. Она приходила только там на его игру. И виделись они очень мало. Потому что вот есть такое табу, что когда ты на турнире, на буткемпе, ты с командой. Даже если есть где-то там девушка, то она как бы сама по себе. Ну, как в футболе, получается. Они все равно все это понимают, что это тренировка. Ну, можно только, конечно, позавидовать их терпению и выдержке в данном случае. Ну, я уверен, не все такие прям терпят и не портят жизнь своим молодым людям. Если он выиграет мажоры, если он... Приносит денежку. Да, там, лямчик заработал, то можно и потерпеть. Главное терпеть с нужным как бы человеком, со своим человеком, правильно? Да. Без вот этих всех, вот, налево-направо. Это правда. А сейчас таких, кстати, мало. Вот я помню, раньше еще лет на 5-6 назад на турниры часто приезжали вот эти вот, как их группис называют, да? Кибершкуры. Кибершкуры. Есть для этого определенный термин. Их было много, как-то вот прям, не знаю, развелось их в одно время, как мои свечи руководства. А сейчас уже нет, уже? Сейчас как-то меньше. Вообще, в целом, киберспортсмены стали посерьезнее относиться ко всему, когда на кону такие деньги, когда... Ну, все это более профессиональное, там, подход организации. Если раньше там стак собирался, он как бы играл, там, можно было выпить, когда ты хочешь, у тебя нет никакого контроля, то сейчас, в принципе, у организации все очень четко слажено и регламентировано. И если ты там где-то нафейлишь, тебя там могут и зарплаты где-то лишить, премии и все такое. Вот почему я не иду в киберспорт. Он стал другим. Пропала, да? Изюминка, романтика. Уже нет этих женщин, которые бегают за тобой, за твоим миллионом и пить нельзя, и вообще это вся дисциплина. Фу, не знаю. Зачем туда люди идут? Я еще, кстати, я заметил интересную особенность, что многие, ну, многие менеджеры клубов, многие менеджеры мужчины, есть редкие исключения, там, OG, там, ну, но в основном это мужчины. Как ты думаешь, что женщинам не подвластно вот управлять? Да нет, наверное, вот знаю я одну девушку, Ольга Коза. Она в свое время была у меня капитаном команды, мы вместе играли в Virtus.pro, потом она там стала в холдинге, в Virtus.pro главной в холдинге, там тоже супер, там, сверхдиректор. Так там такой характер, вот как она скажет, и там все мужчины быстро исполняют все. Это от характера зависит, я таких людей, ну, редко ты встретишь, да, женщину, которая вот такая, ну, редко очень видишь, в основном мужчины. Я вот смотрю, там, пацанам, конечно, лучше с парнями находиться все-таки, ну, по-пацански должно быть. Вот я тоже смотрю, например, наш менеджер, он уже взрослый, и он авторитет для ребят, они его слушаются, иногда нужно там с ребятами где-то вот жестко, потому что могут и на шею сесть. Женщины, ну, к этому придет, со временем будет, будет больше будет развиваться. Просто сейчас еще киберспорт, он не совсем прям развитая какая-то суперсфера, тут, я опять-таки говорю, тут много самобытных людей, которые вот еще с самого начала пришли и вот сидят. Но они не профессиональные игроки, они там стримят игры, они там, ну, где-то что-то ведут. Около киберспортивные вот это дети, или игровая, скажем так, девушек много в игровой. Как ты думаешь, вот красота девушки зависит, ну, то есть будут смотреть больше стримера красивую, или будут больше смотреть стримера умную? Ты случайно не смотрел интервью Дудя с Гуриев? К сожалению, нет. Это такой экономист, не знаю, российский где-то там живет, неважно. И этот человек, да, он живет в Лондоне, и он рассказывал, что там ученые там пришли к выводу, что красивым людям у них, они больше добиваются успеха в работе, и у них высший оклад, это там среднестатистический. Казалось бы, как такое может быть, но есть такое, поэтому я как бы с этим согласна. Когда человек там красив, ему больше дозволительно. Ну, вот есть такое, это, мне это не нравится, я это не поддерживаю, но... Это факт, это научный факт. Это так работает. Ну, если доверять словам этого Гуриева, а там каким-то экспертом, знаешь, как британские ученые, вот это вот все дело. Все мы знаем, как распространяются слухи. А на самом деле человек может просто сказал, красивое не очень, и оно пошло и пришло к тому же красивое лучше всех. Кто знает, это же слух, рассказанный Гуриевым про какого-то мужика. Да, да. Но мы доверяем ему, да, в данном случае. И я хотел бы еще спросить по поводу Na'Vi. В Na'Vi у нас девушек на самом деле очень много. Да, у нас дофига. Даже перечислю, у нас менеджер джуниор состава, директор по маркетингу, ведущая джуниор канала по КС, ну и так далее. Вот как думаешь, с чем связано вообще такое большое количество Na'Vi девушек? Да. Ну, Na'Vi такая вот, может быть, антисексистская организация вдруг. Совершенно. Ну, я даже об этом не задумывалась. Ну, да, у нас где-то 50-50, наверное. Плюс-минус. Вот, вот, это тот баланс, который хотелось бы соблюдать. Как думаешь, с чем? У нас много девчонок работают как бы, ну, там, маркетинг какой-то, там, тревел, подразделение. То есть, именно не киберспортивное. Нас вот в отделе, именно в нашем, у нас, по-моему, три девочки всего. А мальчикам нужно штук десять. Штук. Ширк десять. Штук вот так. Хорошо. Ну, не знаю, не сложно. Это такая философия прям совсем. Ну, как-то у нас, по-моему, на пол особо не смотрят. Но они вообще как, не уступают мужчинам? В чем? Na'Vi девушки. Na'Vi мужчина. Или они лучше работают, по-твоему мнению? Не знаю. Я думаю, что все зависит от темперамента человека. Есть девушки пашут как кони, есть парни пашут как кони, есть и те и другие ленивые задницы. Ну, с этим я тоже согласен. Рубрика, у нас рубрика, ребята, как вы ждали ее. Классно. Да, ты знаешь, это всегда сложно. Ну, когда вот Блиц, и нужно отвечать быстро, и ты вот, когда ты понимаешь, что Блиц, и ты сидишь, и ты вообще не можешь... Вот, это, подожди, тихо, спокойствие. К этому мы еще придем. У нас будет еще, вот там, ты не будешь понимать вообще ничего же происходит. Сейчас, ты не понимаешь, я попытаюсь тебе объяснить простым первым вопросом. Самое обидное поражение. Ну, последнее на Интернет Штале 19-го года. Мы там вылетели с турнира, заняли топ-16. Могли, могли. Чуть-чуть надо было, чтобы пройти чуть дальше. Ну, это вот одно из таких... Это больно было, я даже всплотнула. Хорошо, вот видишь, у нас топ уже начинает набираться. Первый пункт есть. Самая яркая победа, по твоему мнению. Победа. Ну, и в Блиц с тобой будет тяжело играть. Я уже понял. Вторая вировая. Ладно. Победа, победа, победа на... Черт, побери. Я не могу вспомнить. Ну, то есть, отжимы не вспоминают, да? Или все победы у них такие яркие, жажж сладко. Да нет, просто они цепляют. То, что на вишны цепляют. Мне кажется, мы что-то там побеждали вот недавно, но я не могу вспомнить, что. Ну, это самая яркая победа, однозначно. Прямо, чтобы я так вот прям супер радовалась. Так и зафиксируем. Что-то побеждали, но не помню, что. Ну, не приходит. Хорошо. Самый преданный делу игрок, по твоему мнению? Хотелось бы сказать, может быть, и Дэнди. Нет, наверное, я скажу все-таки Симпл. Симпл, да? Да. Дэнди тоже преданный, но Симпл мне просто... Мне поражает, насколько он предан этому делу. Как он... Вот он все время играет. Он там приезжает с турниров и садится играть. То есть он прилетает, после там 10 часов перелета он садится стримить. Ну, это редко встречается. И поэтому он, наверное, один из лучших ребят. Хорошо. Симпл, самый запомнившийся тебе турнир? Интернешнл 2015 года. Почему? Это был мой первый Инт, и он был вот такой душевный очень. Это как раз такой стык был, когда киберспорт еще не совсем профессиональный. В общем, между не совсем профессиональным и совсем таким профессиональным. И там очень было много... Там после игровых дней команды собирались там в одном месте, общались, играли там во всякие мафии, покер, в теннис. Вот было максимально лампа. А сейчас такого на турнирах нет. Все уже отдельно друг от друга? Все, да. Вплоть до того, что люди не ходят на общие обеды, которые есть. Они там заказывают себе номер еду. То есть сейчас все как-то очень обособились. А тогда это вот прям еще было весело. Весело, очень круто. Самый интересный человек для интервью? Ой, наверное, Саша Хвост. Вот прям мы с ним беседовали. Ну, он очень харизматичный, активный. Может перехватить как-то инициативу. Вот он очень такой интересный, душевный парень. И может так глубоко о чем-то поговорить. И открытый довольно. Саша Хвост. Хорошо. Самый яркий хайлайт. Хайлайт? Да. Это как я на пудже кукала в пабе. Там недавно нормально было. Можно было хайлайты делать. А самый лучший комментаторский голос? Голос. Слушай, когда-то был такой комментатор именно по доте. Пинге Кест. Он сейчас уже не комментирует почему-то. Как-то забросил эту деятельность. Но он мне очень нравился, как комментирует. Ну, прям очень-очень круто. А сейчас, наверное, Каспер. Каспер, да? Он такой добренький, там что-то чебечет. Каспер. Немытые задроты. И все такое. Вот так. Это вот когда Воля, там, в прошлом году высмеял игрока Тобсона, который выиграл International. Он показывает фотку, а он там, ну, такой чистый такой задрот. Бывают такие фотки. Нет, он на вид такой вот прям задрот-задрот. И он начал высмеивать. Посмотрите на него. И он выиграл там 20 миллионов. Смешно как-то. Это некрасиво было. Вот, ну, вообще, в целом, да, есть стереотип, что они там... И вот это вот такое еще совковое. Ну, может, не совковое, что они там убивают всех, жестокость. Вот этот трэш телевизионный прям на голову не натянут. Ну, видишь, они борются. Они борются с тем, что наступает. А наступает-то очень интересно, что их сметет эта волна. Ну, это вот просто вот это вот такое клише-стереотипы у меня. Мне всегда не близко было это стереотипное мышление. А самый правдивый стереотип о киберспорте? Ну, что задроты не выходят из дома. Ну, как бы, это как и минус, и плюс. Задроты снова. Ни с кем не видеться, не общаться, сидеть дома, смотреть сериалы, развиваться, учиться. В общем, все, что хочешь. Обучение домашнее сейчас есть. Любая школа. Ты можешь... Тебе даже в школу не надо идти. Ты можешь выучить все на ютубе практически. Ну, там, что захочешь. Вот. И есть такое. И игроки тоже, по большей части, сидят дома. Но у лайферы многие из них. Очень многие. Да, конечно. Это для многих девушек неприятная информация. Потому что только так их можно встретить. Да. Даже не проникать в дом. Есть всякие кальянные, тиндеры, шминдеры. Все-таки выходят. Ну... Стерегите рядом в кальянах. Да. Хорошо. А самая впечатляющая история из киберспорта? Впечатляющая. Не знаю. Опять-таки. Если бы я подумала, может... Ну, давай. Давай попробуем подумать. Полежать, подумать. Полежать. Самое впечатляющее. Недавно меня впечатлило, что... Когда мы еще были на интернешнл-ли, победили ОДЖИ. И многие начали говорить о том, что... Мол, они там что-то принимали, там, под таблетками или еще под чем-то. То есть, ну, это вот так вот говорили, там, ну, все, кому не лень. И меня это впечатлило. Ну, не знаю, ты никогда не узнаешь наверняка. Это все такая скользкая тема. И, с другой стороны, если вы, там, уверены, почему вы об этом молчите, почему не поднимаете. Но потом в итоге это тело мы подняли, но это был больше зашквар какой-то. Ну, вот я просто задумывалась об этих всех штуках. Это ужас, это ужас. Вообще, нужно ли... Называется двумя простыми словами гнилой базар. Гнилой базар. Ну, да. Очень легко говорить, знаешь, как гадости о чемпионах. Там, да, они честно выиграли. Ну, докажи, конечно. Ну, если тебе глюют в спину, значит, идешь впереди. Ну, с другой стороны, а вдруг и были, там, вдруг что-то и было. Но, опять-таки, мы не узнаем, пока не будет какого-то регламента, пока не будет каких-то проверок. Допинга еще до сих пор нет, да, в киберспорте и не будет. Были какие-то там попытки на, особенно, по-моему, кэс, какие-то мажоры и что-то там было, но это все так. В общем, самая впечатляющая история у нас о том, как обвиняют команду OG в том, что они принимают какие-то колеса, да, я так понимаю? Черт его знает, я в этой теме вообще не разбиралась. Ну, это то, что я просто, вот, последнее, то, что я смогла вспомнить. Наверняка, это вообще не самая яркая история, было бы больше всего. Ну, это вот то, что удалось вспомнить. Хорошо. Как ты воспринимаешь появление новых лиц? Вот, например, Маша Марпл пришла, да? Вот Даша Эритель, как ты говорил, комментатор, появился. Вот вы со старой братьей не ревнуете? Ну, я же говорю, в целом комьюнити очень ревностно относятся к этому. Но если ты с человеком, если ты с комьюнити честен, то тебя воспринимают хорошо. Вот Алсиор, есть такой пример, недавно тоже парень, перешел из Лола в Доту. Вообще, Лола у Дотеров считается вообще, в принципе, зашкварной темой. Это ненависть, ненависть. Ну, ненависть, ну, просто зашквар. Ну, его приняли хорошо. Может, там поначалу что-то там и барагозили, но хорошо, потому что он такой очень простой, добродушный парень. Когда Маша пришла, ее восприняли плохо, потому что она, когда вошла, я так понимаю, что там были какие-то продюсеры, которые ей рассказывали, как ей нужно себя вести. То есть, подавали Машу какой-то образ, какой-то там девчонки, она там видео в первом из мусорки вылезала. Ну, просто любой там человек из комьюнити смотрит и думает, капец какой-то. Если бы Маша вот была такая изначально, какая она вот есть, то есть, люди бы гораздо, ну, лучше восприняли. Ей просто тогда сказали, ну, кто-то не так нужно просто было себе подавать. А комьюнити любит открытых людей. Вот. К Даши Эрит Эль, я вот даже не знаю, как ее воспринимали сначала. Я узнала о ней, то есть, у меня вообще никакого, у меня вообще, в принципе, негатива нет к новым людям, если они, ну, как-то такие трушные. Ну, женской ревности никакого нет, да? Ну, поначалу, конечно, была, и, ну, как-то какое-то там может соперничество, это в любом случае, но со временем это все сходит на нет. И ты понимаешь, что есть, особенно, когда ты, когда ты не знаком с человеком, да, ты можешь как-то еще там, вот там что-то там снимают, а когда ты уже познакомился, ты понял там, а, это, типа, своя в доску, и ты уже, как бы, чисто, ты радуешься за успехи. И, наоборот, даже какое-то соперничество, оно подталкивает, ну, как, конкуренция, двигатель, да, прогресс или как-то, ну, есть устойчивое это выражение. Вот, поэтому конкуренция должна быть. Без конкуренции все очень скучно, люди застаиваются, они развиваются, это факт. Ну, я напомню, что лень – двигатель прогресса. Ну, да, но когда ты понимаешь, что появляется человек, который тебя может так вот отодвинуть, то ты начинаешь… Тут лень пропадает. Да. Тут начинаешь работать с удвоенной силой. Ну, вот, мне интересно было бы, конечно, выудить из себя информацию, есть ли такие… Кого я ненавижу. Да, которых, может быть, не ты ненавидишь, а, может быть, ненавидит большей частью, не знаю, ваше женское сообщество. То есть, ты думаешь, что у нас женское сообщество есть в отдельный час. Ну, может, одну какую-то хейтят. Одну… И говорят, что вот она недостойна нашей… Вообще нет такого. Может, конечно, где-то шушукаются друг с дружкой, там… Ну, ты такого не встречала, что кого-то одну ненавидит. Нет, не встречала. Ну, там, может, какая-то Каина стримерша была. Вот так. Ну, я даже не знаю. Именно адреса, фамилии. Вот прям негатив какой-то. Ну, ты понимаешь, просто это зашквар. А что такое? Что в ней не так? Что такое? Что произошло? Это просто зашквар. Зашквар. Это без контента. Ну, это просто трэш-контент. Может, она девчонка и нормальная. Но она, я так тоже понимаю, она там с продюсером, у нее какой-то там Кент-брат или еще кто-то, который говорил, что надо делать. И на трэш она выезжала. Да, это просто. Ну, это просто смотришь, но… Это мусор. Но не она мусор, а вот этот образ. Вот это вот все сейчас вообще всегда в любые времена люди хотели хлебозрелищ. Чем трэшовее, тем лучше. И сейчас это выполнено на Ютубе. Там какие-то появляются инстасанки. У меня весь Ютуб забитый. Я посмотрела, ну, шлаг какой-то. Просто вот там ноль IQ, не знаю, один IQ. Или образ это такое. Ну, вот, но людям заходят, они не хавают такое. Ай-кью мало очень много других частей тела, скажем так. Там не мозг люди выпячивают в камеру. У меня вообще нет негатива. Я, в принципе, не могу носить… Я такой человек, как бы, добра… Кто там я… Доброжелательный, да? Доброжелательный. Мне сложно носить негатив вообще в себе. Это как-то меня триггерит. А я не могу ходить злой, угнетенной. Это не для меня. Мне нужно радоваться в жизни. Ну, вот, чтобы не носить, как раз я предлагаю его выплеснуть. Видишь, как хорошо. Ты сказал, Карина стримерша, трэш. Ну, это трэш. У меня нет к ней негатива. Лично. Негатива? Вообще нет. Я же говорю, мне сложно… Ну, это не мое, там, кого-то не любить. Мне либо пофиг на человеку, мне пофиг. Карина стримерша, карик. Какая-то там на донышке, кто она там, Шурыгина. Ага, Диана Шурыгина. Ты смотришь, ты просто понимаешь, трэш меня это как бы… В моей жизни этого мало. Хорошо. А есть ли, наоборот, те, с кого бы ты хотела брать пример, скажем так, вот в этой индустрии? Или просто нет? В индустрии нет. В индустрии нет. Ну, всем это плюс-минус на рано. Вот я вот смотрю, например, там, Урган какой-то. Мне нравится, как он ведет. Или там, Джимми Фэллон, или Джимми Киммел. Вот я смотрю, я от них что-то черпаю. Или Эллен Дедженерис. Просто Эллен. Что у меня? Мне нравится, как она там располагает людей, как она ведет это все. Вот как она смеется над собой. Да, это мне, может, хотелось почерпнуть. Как-то где-то, не знаю, с чувством юмора как-то, чтобы у меня было получше. По чуть-чуть где-то черпаю, но не могу сказать, у меня нет какого-то там суперкумира. Да, вот я смотрю там, например, Урганта или Ксению Собчак. Мне хочется разговаривать так же чисто на русском языке, как и они говорят. Вот, например, вот Урганта вообще потрясающий, как он пользуется. Аппаратом, как это называется. Потрясающий. Вот я смотрю, мне тоже хочется. А я иногда гэкаю, неправильное ударение. Слова это, не знаю, то ли это такая украинская тема, перебирать. Урганта же, он и родился, в общем-то, в такой семье, в которой он не мог себе не позволить так разговаривать. В общем-то, в семье тоже известного ведущего. И вокруг него с детства находились актеры, режиссеры. И в такой элите, когда ты вырастаешь, я думаю, это уже просто природное, скажем так, не даже не природное, а тебе дано Господом такое окружение. Оно тебя и делает. Ну вот, это здорово. Там тоже Собчак смотрю, вот она такая, она знает, что она делает. Она знает, как себя вести, как говорить. Вот она вот в этой теме тоже смотрю, думаю, круто. Вот я бы так не смогла как-то. И меня впечатляют какие-то конкретные отдельные штуки отдельных людей. Кто-то на харизме может все быть. Мы уже эту тему затрагивали, но хотелось бы все-таки узнать. Ты говорила, нет у вас никакого чата, в котором вы там собираетесь. Может, у всех есть, у меня там нет. Но вы вообще хоть раз, вот у вас было какой-то там посиделки вот всей такой бандой? Может, не всей, но хотя бы 50%. У меня были посиделки с моей командой. Ну вот, когда мы играли женскую доту, и вот недавно мы там собрались, втроем, правда, не в пятером, втроем, кто-кто был. Вот, в костях, да, и мы там и выпили, вспомнили старые эти все темы, похихикали, я не знаю, мы ржали полвечера. Ну, я просто не сильно, я не очень люблю женские компании в принципе. Для меня один на один хорошо там, втроем хорошо посидеть. Но вот так вот ходло, когда женское собираюсь, я нет. Не любишь, да? А стерв среди вас там не бывает? Да. Ну, таких, которые в мире не пускают. В меру стервозные многие, ну, в меру, такие стервочки есть, но прям так, что, знаешь, как сучка, вот такого нет. И всем плевать друг на друга. Люди, как правильно, но всем плевать друг на друга. Ну, это правда, это честно. Я тоже мало думаю о каком-то там вокруг, скажем так. Мы же все такие, смотрим, ой, какой у тебя хороший ребенок, а сами думаем, зачем ты мне его показал? Зачем мне вот эти фотографии твоего ребенка в моей ленте? Пошел ты, да? А ты все знаешь, да? Уже вторая жена мне показывает моих детей, и я говорю, господи, зачем мне эти сообщения в Айбере? Я и так хорошо себе живу. Ну, я в целом, ну, согласись, как кто, что съел, кто показал своего ребенка, чем плевать? Иногда я думаю, знаешь, вот там, что-то получилось плохо какое-то там, ну, видео, ну, бывает всякое, бывает хорошо, бывает плохо. Но я думаю, я сейчас, я так зафейлила, я вообще не люблю фейлить, ну, я себя корю так за это. Всего рада. И думаю, вот это сейчас люди увидят, боже, это же такой позор. А потом подумаю, люди посмотрят три минуты, подумают, господи, что она делает, и забудут. И никто о тебе не будет думать и не будет там ждать о тебе, что ты сейчас нафейришь там каких-то таких вещей. Ну да. Поэтому всем по большому счету пофиг, в принципе. Но я люблю вот делать такое что-то цепляющее. Бывает, ты делаешь вот что-то, вложишь в это душу. И очень приятно, когда люди вот это настолько цепляют, что они прям комментарии, давай, Яма, там, и спасибо. Ну, приведи пример, что такое последнее ты такое делала? Мы сделали, ну, такой полудокументальный ролик с турнира в Москве. Ну, там постарались. То есть было очень, хотя мне не нравилось, как вот, была вложена душа, но я не очень, мне понравился результат, как получилось. Ну, то есть я ожидала выше, что это будет. Но люди настолько впечатлили, ну, впечатлились, что вот писали мне благодарности, что вот спасибо, что раскрываешь так. Мне написал fucking Matt, это вот этот дважды чемпион интернешнала. Он написал, Яна, ты молодец, ты делаешь вот такие классные ролики. Он, видимо, ну, посмотрел, не знаю, молодец, что раскрываешь так игроков, команду, это важно. Ну, знать, что, ну, показывать, вот как все есть. И это, конечно, для меня прям высшая похвала. Или там, вот мы там сделали фильм о родителях, киберспортсменов, там, и такие живые очень интервью, и такая вот немножко драма, вот, переживания родительских яд этого кайфу, когда человек с тобой откровенно говорит, и вот прям, вот, это то, что заставляет меня делать контент. Это вот такие какие-то редкие проекты, когда вот такое больше документалистика, где-то более даже художественная часть, потому что у нас, по сути, то, чем я занимаюсь, это не художественно, это вот, ну, как, знаешь, типа репортаж, вот, мы отчитываемся, как там прошел турнир. Ну, когда удается сделать что-то вот в художественном направлении, но при этом и документальное. Какие-то профайлы с историями. Да, да, вот это вот прям я вообще тащусь от такого. Классно. То есть, тебе нравится привносить что-то телевизионное. Потому что это, на самом деле, очень распространено на телевизионном. Да, наверное. Посмотрите любое шоу, какое-нибудь танцевальное, певческое. Ну, в общем-то, профайлы таким образом и составляются из каких-то историй. Да, об этом не думала. Потерял ногу, нашел руку. И сейчас вот он такой выйдет к нам. Я об этом не думала. Внимание. Я бывает чаще, я вообще телевизор не смотрю, эти программы не смотрю. Максимум дисковери, там, про животных, что-то. Ну, черпаю иногда из фильмов. Ну, по большей части увижу какой-то кадр, вот мне нравится. Я говорю, вот сними, вот с таким эффектом, там, как у Хичкока. Восстанавливаешь эти все. Да, какие-то вот такие фрагменты. Или там по музыке, или еще какие-то субтитры. Ну, не субтитры, а титры наоборот. Вот что-то черпаю иногда. Я уже очень хочу посмотреть. Я честно тебе скажу, я не смотрел. Я очень хочу посмотреть, как ты сняла это все в стиле Хичкока. И это, между прочим, прокомментировал и похвалил fucking mad. Нет, это, подожди, это разные истории ты связываешь. И Хичкока я только взяла пример на наплыва камеры, там, наплыва отдаления. Вот, это просто какие-то мелочи, вот что-то тебя впечатлило. Ты это восстановил. Где-то фрагменты кусочек. Где-то как референс использовал. Да, но у нас просто, ты не можешь снимать фильмы на турнирах, например, потому что ты просто фига не же. Ну, блин, эти Steam как-то же делали, даже запускали фильм про... Ну, как бы это называется фильм? В смысле, художественных ты не можешь делать. По-моему, есть даже и художественные. Нет, художественных нет. Есть, ну, как бы документалисты. Ну, документальные, да. Вот этот, я забыл, как он пошли. Я забываю всегда название. Да, выпадает, уже все, уже вот короткая эта память, да? Да нет, просто название для меня всегда его не запоминает. Короче, фильм об Интернешнале. Да, фильм об Интернешнале. Вот первый, который появился, он был, по-моему, самый такой громкий. Его прям смотрели. Да, да, он появился, когда играли Virtus.pro OG на финале мажора. Да. Да, вот это тогда было жестко, потому что Valve тогда показали прямо, и некоторых игроков там они показали не в лучшем свете. Да, 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 да. И ты ориентируешься где-то вот, ну, в эту сторону. Вот тебе такое нравится? Ну, отчасти, да. Отчасти такое, отчасти, вот как ты говорила, телевизионный формат, где там что-то вот, человек говорит, и туда еще музычку такой вот, и какой-то еще наезд камеры, и прям такое делаешь, чтобы зацепило. Вот хочется делать контент, который просто цепляет, что-то оставляет. Вот ты посмотрел и не забыл через секунду, потому что очень много контента, вот я смотрю YouTube, какие-то шоу разные, не цепляет. Ты просто смотришь, ну, оно похихикал и пошел дальше, не запомнил. Мне нравится делать видео, которые потом можно пересмотреть, который вот, какой-то след, ты задумываешься об этом. Это хорошая реклама твоих видео. Да, редко удается такое делать. Вот может сейчас на YouTube-чике на своем буду что-то бахать такое. Но все равно ты же не будешь всегда делать, очень сложно делать каждый раз, чтобы цепляли. Там вот Тарантино возьми, у него вот такая... Ну, конечно, половину фильмов хейтят, там половину нет. Хотя половину фильмов, которые хейтят, они даже не знают, что это не Тарантино снимал, как Костел, например. Ну, он как СО, да, СО-режиссер, СО-автор там. Да. Я к тому, что Тарантино снял, это был восьмой, да, фильм, или девятый, Квентина Тарантино, вот последний. Он всего за карьеру, условно, сделал там 10 фильмов плюс-минус. И каждый из них, ну, мне, например, нравится все. Прямо я тащусь. Каждый шедевр. Но мы делаем 10 видео с одного турнира, там, условно, или за неделю. Да, и там, конечно, не успеваешь развернуться. Ты ничего вообще жить не успеваешь. И когда, редко бывает, приходит вот тема какая-то, и ты делаешь что-то вот такое более художественное, и ты от этого кайфуешь. Там раз в год, условно, раз в полгода. Такое получается. Ну, надеюсь, у тебя будет больше времени для этого. Уже и тема. Главная тема. Потому что меньше времени обычно рождает больше качественного контента. Понятно. Чем вот 10 видео нам напихайте, пожалуйста, за неделю. Еще от людей много зависит. В киберспорте не так много людей, у которых есть какая-то, такая, знаешь, история за плечами. Когда вот есть что-то, ну, вот такое, то, что может цепануть. Зачастую абсолютно банальные, там, истории. Из обычной семьи игра, вот, на турнир, там, получилось. То есть, ну, это надо копать, это надо изучать. Да, это же вот мало, реально мало людей, которые цепляются, о которых хочется сделать прям круто. Ну, вот сейчас у меня есть пару людей, о которых я прям хочу сделать. Не раскрываешь нам секреты. Хорошо, это будет, я так понимаю, большим спойлером, если ты скажешь. А ты уже много, ну, как много, не много лет, я не могу так говорить о тебе. Уже ни год и ни два. Ну, много лет. Ты не подумывала заниматься, ну, заняться чем-то еще? Не надоело тебе это все? Порой надоедает, что-то хочется другое. Но мне никто не мешает, никто не говорит, я а-та-та не делаю этого. Просто тут, мне бы хотелось там и заняться каким-то, типа, общепитом. Мне близка тема азиатской кухни прям. Но это все надо как-то, не хочется распыляться. Сейчас у меня непонятно. Мне вроде нравится пока то, что я делаю и в киберспорте. Я вижу, как можно тут развиваться. Но я тоже не хочу совсем ограничиваться. То есть, такое пока. Не знаю, в общем, как, что будет дальше. Но пока я здесь. Ну, а вот в том, чем ты сейчас занимаешься, какие у тебя планы в дальнейшем? Какие-то, может быть, амбициозные, ну, кроме тех двух, которых ты не можешь назвать. Нет, ну, это мы говорим просто про... Как ты будешь дальше самореализовываться в этом направлении? Не знаю. Ничего не планируешь? Планирую я много чего. Много чего, реально. Но я не до конца уверена, какое мне направление выбрать. Даже вот если ты можешь выбирать направление ведущей, углубляться в это. Можно пойти аналитиком. Можно. Вот реально, если захотеть, я думаю, Люк, если человек реально хочет, он может все что угодно сделать. Можно там и в аналитику податься. И изучать эту доту, сидеть сутками, ничего не видеть, общаться с проигроками, узнавать. И добьешься этого, в этом успеха. Можно там... Что еще есть? Комментатор. Комментатор, да. Можно в этом. Можно там свой проект вести, там, YouTube, киберспортивный, все об этом. Очень много направлений. И порой ты знаешь, что ты мог бы, в принципе, за каждое взяться, но ты пока не знаешь вот... Есть же такая тоже, как хозяин клуба. Есть. Нет таких желаний стать хозяином целого клуба? Ну, это вот... Киберспортивного. Киберспортивного клуба нет желаний. Не знаю. Нет. Мне не хочется... Творче сказать что-то, чтобы было, да? Подавать. Менеджмент – это не ко мне. Мне когда нужно делать какие-то менеджмент штуки, там, с кем-то договориться, написать, это у меня депрессию вызывает. Я не очень... Как я тебя понимаю. Мне больше нравится что-то делать, условно. Что-то придумывать. Что-то руками или... Ну, вот давай мы сделаем сейчас что-то руками. Я знаю, что ты у нас умеешь рисовать неплохо. Ну, так. Субъективно. Ну, пусть будет неплохо. Ну, неплохо. У нас есть, смотри, футболка. Оп, абсолютно белая, девственная, чистая. Вот тебе футболка. И у нас есть инструменты, которыми мы это будем делать. Вот, интересно, хотелось бы узнать, насколько ты... Так, а какие инструменты мы используем? Наверное, мы используем. Это же вот у нас маркер. Синий. Все. Мы будем синим маркером это делать. Мне машут несколько людей. Наверное, хозяин синего маркера. Так, и что делаем? Так. Перед тобой футболка и инструменты для творчества. Есть футболка? Для творчества? Сильно, серьезно. Давай. Великолепный инструмент, ребят. Хотелось бы, чтобы ты нарисовала, а мы потом подарим эту футболку одному из наших зрителей, который будет смотреть это видео. За что мы будем дарить вообще эту футболку? Мы будем дарить футболку, если вы предложите, какого героя и какую картину Яне стоит интегрировать, как бы нарисовать, и самый необычный ответ получит футболку. Что бы вы хотели увидеть такого необычного в исполнении от Яны? Но пока Яна нарисует то, что сама хочет. Это, наверное, имеется в виду, что я там адаптирую картины, классиков. Вот. С доту вношу в картины. Вот как примерно вот это, только у меня тут это кто? Ну, это наверняка Пуджик бы стоял, да, например? Ну, это мог бы там целоваться Пудж и Рикки Мау. А почему они оба? Пусть будет так. Они оба, они похожи на моих прошлых директоров. Я бы хотел, чтобы такие же пузатые и веселые ребята. Давай сейчас попробуем интегрировать что-то на эту футболку. Что-нибудь из доты. Может быть... Героя. Может быть, а может быть и злодея. Это такой человек разбирается вдоль. Да. Может герой, а может и злодея. Если там такие есть. Красиво. Вот. А я пока тебе параллельно буду задавать вопросы. Чтобы ты не особо расслаблялась. Давай. Вообще, как тебе пришла в голову идея что-то вот таким образом интегрировать? Кто-то подсказал? Как? Нет, я давно хотела так. Подожди, у нас какая-то проблема здесь. Что случилось? Или нет проблем? Нет, проблемы нет. Я пока узнаю все того же директора. Как пришла идея? Я писала раньше маслом. Ну как, это я просто аматор, любитель и все такое. Сейчас, подожди. У нас какие-то, да, тут явные дискоммуникации. Голова и рука, они отдельно. Так, вот. Ну, видишь, как уже... Боже, как уродливо. Так. Значит, ты всегда хотела это делать. Подожди, а что-то надо подписать так? А уже готово? Да. Все 19 вопросов сейчас в трубу. Ну, не важно. Давай как-то подпишем. Как мы это... Что мы напишем? Вот это подписчику идет. Надо что-то напишем. Но мы не знаем, как его зовут. Подписчику, зрителю. Да, мы напишем. Давай, бедру давай, что-то такое. Так. Это ни в коем случае не твой портрет, дорогой, уважаемый победитель. Сейчас, этот. Этот. Пудж. Пудж. Этот пудж. Что он? Этот пудж. Я не придумала вторую часть этой фразы просто. Этот пудж. Ну, вообще, мы кому-то дарим. Это для тебя, наверное, или что-то такое. Этот пудж принесет тебе счастье, длинную дорогу и дом казенный. Не знаю, что обычно пишут. Тебе. Принесет тебе счастье. Хорошо. Давай пожелаем просто. Да. Мы желаем пуджа вам. Так. И подписала. Бедру. Ура. Вот. Смотрите, ребят. Вот эта футболка. Если там будет видно. Баланс Билова настроен параллельно. Вот эта футболка. Надеюсь, видно. Она. Уйдет в мой домашний архив. Нет. Она уйдет вам, дорогие зрители. Тому, кто напишет самую яркую, интересную интеграцию. Вот как раз из Доты. То, что умеет делать Яночка. Все. Так что пишите. Пишите, ребят. Какой там был вопрос? А, да. Вопрос был вообще, как ты пришла к этому. Я просто выпала вообще на секунду из этой студии. Ну, творчество навсегда. Все, забирай. Я раньше писала маслом. Ну, я сейчас иногда хочу, пишу. Но делал это плохо. То есть мне хотелось всегда писать что-то связанное с Дотой. Портреты, адаптированный под старинный стиль какой-нибудь, какого-нибудь, не знаю, ну, как пишет Микеланджело. А, ты хотела прям реставрировать какие-то? Не реставрировать, пусть заберем там пуджа и делаем его в стиле там. А, я понял. Ну, вот как барокко или какого-нибудь. Официально какого-то. В силу того, что мне не хватает навыков, это делать. Поэтому я освоила фотошоп и начала там это делать. И как-то появились некоторые идеи спонтанные. Вообще все эти спонтанные появились. Вот. Вот это тоже одна из моих работ. Вот. Я просто люблю, ну, Pulp Fiction. Класс. Ну, это Pain Fiction у нас, да? Не Pulp Fiction. Да. Это я под International сделала чисто штуку. Супер. А что там у нас написано? Еще какие-то ники? Здесь ники игроков. Здесь тут вот Gabe Newell Game. Ну, в общем, всякие-таки ништяки. Даже здесь у меня есть титры исправленные. Очень красиво. Вот эту бы футболку подарить, да, ребят? А не вот эту. Да, но я могу, конечно, подогнать. Футболочку какую-то для следующего выпуска. Вам. Вот это супер. Слышали? Я же говорил, что она золото. Ну, что там еще есть? Я еще хотел... Подайте мне, пожалуйста, мой телефон. Я не отхожусь от этой рубрики никогда в жизни. Я ответственный перед людьми, которые находятся у нас в нашем чате. WePlay Club. Который вы как раз можете найти, если вообще подпишетесь на канал WePlay в Телеграме. Там на кнопке «Обсудить». В общем-то, находится наш чат. WePlay Club. И там обычные ребята, работяги, задают вопросы тем, кто к нам придет на следующий подкаст. Они могут быть токсичными, эти вопросы. Они могут быть какими угодно. Но это вопросы от людей. Я задам тебе три вопроса. Мы не будем долго это все делать. Три вопроса от наших работяг из нашего чата. Классно. Специально для Bit.Ru. Я бы на самом деле... То есть, тут мы не обижаемся. Люди как бы что хотят, то и спрашивают. Я бы на самом деле спросил у нее что-нибудь в стиле... Это Шилка спрашивает. Я бы спросил у нее что-нибудь в стиле Полина Лагунова. Это хорошо или плохо? Как человек, может быть, и хорошо. Но опять-таки этот образ, который она принесла, ну... Тут мы начинаем сравнивать ее с Кариной стрелочкой. Ну, такой трэш. Но это стреляло. То есть, Na'Vi по просмотрам только выиграли тогда. Потому что она там делала грязь дикую. Люди смотрели там и многим нравилось, условно. Но, слава богу, что это прекратилось. В целом, она там вроде сейчас нормально живет. С типа, там, дети и семья. Наверное, нормальная девчонка. Но образ такой себе. То есть, в целом, плохо, наверное, да? Для того времени хорошо. То есть, для времени, вот когда организация только Na'Vi там образовалась. Нужно было качать медийку. Это был неплохой способ. Хорошо. Есть еще у нас вопрос от Евгена Кондратьева. Какой из роликов ее мужа, а мы напомним, что муж у тебя Игорь Бэтплая, да? Любимый? Темный рыцарь. Или он, как он называется? Лунный рыцарь. Любимый ролик мужа, или как он называется? Нет, Лунный рыцарь. Это просто из Нолановский темный рыцарь. У него он лунный рыцарь. И братство медийки тоже по Долкину. Лунный рыцарь и братство медийки. Вот ответ на твой вопрос, Евген. И последний вопрос от наших ребят. Александр Пак спрашивается. Пусть выскажется по поводу бойкота организациями CyberSports.ru. Ой, господи. Вообще, в целом, я считаю, что это какой-то фарс. Это, не знаю, взрослые серьезные организации бойкотируют какой-то портал, желтая пресса. С одной стороны, оно, конечно, бесит. Оно и всех, и меня всегда бесило, что там контент, ну, это желтая пресса. Делают контент, выдергивают фразы какие-то. Я там, помню, давала интервью этим CyberSports.ru, они вообще не опубликовали его. Ну, то есть... Потерялся где-то журналист, наверное. Трешак какой-то. Ну, бойкотировать. Это мелко, да? Это детский сад. Не знаю, это какой-то... Это показуха, что ли, какая-то. Может быть и нет, но мне не зашло. И когда люди начали подключаться, я тоже, пусть обо мне тоже там... Согласен. Согласен с тобой на все сто. И чтобы закончить наши вопросы от работяг, мы тебе зададим вопрос от прошлого работяги, который был у нас в студии. Это был Фобос. Мне кажется, знаешь, что там будет. Он задал вопрос. Он не знал, кому мы задаем. То есть мы не знали, кто у нас следующий гость. Это вопрос не тебе, это вопрос следующему гостю. Так же и ты будешь писать свой вопрос. В общем, почему мы назовемся под куст? Вот куст, вот куст, вот под кустом. Я, кстати, обратила внимание, он уставил этот куст ваш. Ну, немного, да, он, конечно, уже... Нужно обновить кустик. Бедолага. Ничего страшного, мы с мертвыми кустами. Хоть бы полили его. Итак, вот вопрос. Это вопрос специально для тебя. Да. Читай, мы не знаем, что там... Когда в Китае наступит коммунизм? Такой вопрос от Фобоса. Подожди, у них же там как-то половина коммунистический какой-то там режим, правильно? Да, по-моему, там... То есть, типа, что-то там смешано коммунистический, капиталистический или что-то такое. Ну и... Насколько мне известно. Вообще, мне всегда казалось, что вот эти красные звезды и все остальное, что используется в Китае, это уже как бы привет коммунизм. Да, но там все-таки и поддерживается частный бизнес. Ну, естественно. Иначе мы бы не узнали о таких вещах, ну, о великолепных, скажем так, кедах оттуда. Какие кеды? Китайские. А, ты не покупаешь никогда китайские кеды? Я знаю Алиэкспресс. Классная штука. Ну, это сейчас ты знаешь Алиэкспресс. А сколько лет вообще китайские кеды и все остальное из Китая, одежда из Китая? Не, ну, это да. Это же типа... Одежда из Китая, наше все. Да, да. Ну, то есть, мы бы не узнали, если бы там был прям совсем такой уж... Фобос, очень интересный вопрос. Спасибо. Нам понравилось. Опозорилась. Но ответа мы не узнали. Мы опозорились сомнами. Ничего в этом страшного нет. Наши подписчики и так догадываются обо моих умственных способностях. И наделяют их нулю. Но давай... Ну, там что, пару баллов я бы начислила. Пару баллов есть. Эй! Сегодня уйду с плюсом. Давай сейчас мы... Я тебе выровняю лист. Это все, на что способны мои два балла интеллекта. И мы напишем вопрос следующему гостю. И запечатаем его в этот конверт, чтобы никто не увидел. Спасибо тебе, Фобос, за этот вопрос. За то, что поднял китайскую историю. Коммунизм. Никто не смог ответить на этот вопрос. Ничего страшного. У нас тут, знаешь ли, Фобос не первый миллионер. Вообще, это вопрос... О, я не видел. Я не видел. Мы не хотим знать. Не показываем это в камеру. Мы просто сворачиваем лист. И наш следующий гость, неизвестно кто, будет отвечать. Второй раз задавать один и тот же вопрос нельзя. Я не хочу слушать про коммунизм больше ничего. Я такая спрашиваю то, в чем я компетентна. В общем, ребят, у нас в гостях была замечательная Битру. Обязательно подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе. WePlay мы называемся. Если вы еще не забыли. Естественно, заходите к Битру и подписывайтесь на нее. Делайте все, что можно с кнопками, которые находятся у нее на любых страницах. Также поступайте и с нами, с WePlay. Мы вас очень любим. Мы очень рады были тебя видеть сегодня. Спасибо, что пригласили. Ты прекрасная, прекрасная собеседница. И, как я уже говорил, аналитик, комментатор, ведущая, киберспортсмен и будущая мать. Давай питьюня. В братске. Продолжение следует.